Увеличить добычу золота планируется в Хабаровском крае. Для этого власти намерены активизировать геологоразведку на перспективных месторождениях об экономике региона. И ее базовых приоритетах в условиях санкций шла сегодня речь на расширенном заседании краевого правительства. Репортаж Анастасии Привецкой. Малый и средний бизнес – основа экономики Хабаровского края, особенно в период санкций. Сейчас в регионе зарегистрировано 49 тысяч предпринимателей и их количество растет. Для стабильной работы им помогают на федеральном и краевом уровне – от запуска бизнеса до его расширения. Приоритет сейчас отдается туризму, обрабатывающей промышленности, IT-сфере и креативной индустрии, которые оказались в уязвимом положении. Технологические решения для этих компаний в предыдущие периоды могли быть привлечены из недружественных в настоящее время стран. Приходится сейчас искать аналоги в дружественных странах, либо разрабатывать отечественные технологии и внедрять уже в производство. Отдельное внимание о поддержке экспорта на транспортировку продукции им возмещают 100 тысяч рублей. Такая мера для местных предпринимателей оказалась востребована, расходы на перевозку выросли. С просьбой повысить сумму до 300 тысяч рублей представитель Краевого министерства экономического развития обратилась на расширенном заседании к губернатору. Полностью поддерживаю, принимается. Минеку тогда поручаю подготовить необходимые изменения в краевую программу. Экспорт надо стимулировать, поддерживать. Весомая часть экономики региона – горнодобывающая промышленность. В отрасли работает 39 предприятий. В прошлом году добыча, например, золота увеличилась на 3% и превысила 27 тонн. Столько же просчета Министерства природных ресурсов есть еще в запасе. Минимум 27 тонн нужен ежегодный прирост запасов по нераспределенному фонду. Эта цифра на сегодняшний день 16,5 тонн. Она, конечно, гораздо меньше то, что Краем добывается в год. Открыть новые месторождения в Крае и увеличить добычу золота поможет геологоразведка. Для этих целей будут выделять федеральные средства. Пока в Хабаровском крае исследовано только 35% территории. Разведанность недр увеличить в ближайшие годы. Это огромные деньги, огромные для страны возможности поставить на баланс ресурсы и потом их уже в открытых конкурсах разыгрывать и привлекать инвестиции. В регионе уже составлен перечень площадей, которые нужно разведать в первую очередь. В их числе золоторудное месторождение Соболинное в Николаевском районе.